МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сегодня в санатории Беларусь тушили условный пожар и спасали пострадавших. Там прошли масштабные учения. На курортном проспекте открылась новая поликлиника. Это долгожданный подарок для жителей Светланы. В зимнем театре встретили весну. С наступающим праздником там поздравили самых активных женщин курорта. В Сочи принимают сразу несколько крупных турниров. На курорте выбирают сильнейших гимнасток России и лучших фехтовальщиков Европы. Уроки географии, неизведанный маршрут и уникальные места Кубани в исследованиях Русского географического общества. Соглашение о сотрудничестве подписали первый вице-президент Русского географического общества и известный полярник Артур Челенгаровый, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Встреча прошла в московском штабе географического общества. Подписанный документ поможет в совместной работе над экологическими и экспедиционными проектами. Как отметил глава региона, Русское географическое общество активно развивается и следует самые отдаленные уголки страны. И в этом большая заслуга Артура Челенгарова. К тому же первый вице-президент Русского географического общества и глава региона давно дружат. Мы очень рады вас видеть и такой мощный край. Я очень рад, что вы сегодня здесь, Вениамин Иванович. Вы полярник, исследователи. Мы с вами были вместе на Северном полюсе перед тем, как вы стали губернатором. У вас замечательное региональное отделение Русского географического общества. Мы готовы помогать и очень рады встречаться с вами. Для меня лично большая честь не просто вас знать лично, но на самом деле еще и сотрудничать. Краснодарский край, он уникальный край России. Это не только здравница, это, конечно же, и житница страны, но кроме этого очень красивейшее место. Само по себе у нас очень тоже в крае много мест и уникальных красивейших местечек, которые тоже нуждаются, может быть, в описании, в вашем внимании с целью их популяризации. Потому что для нас тоже очень важно, чтобы эти места были не просто где-то отражены точкой на карте, а к ним проложились туристические маршруты. Уже после подписания губернатору Кубани провели экскурсию по Музею Русского географического общества. Уникальные фотографии, экспозиции с различных поездок и экспедиций занимают достойное место в штабе. А это, как вы думаете, кто? Кусто. Кусто. Это уникальная фотография. Никого не заживут, чтобы знал и дружил с Кусто, общался с ним. Как отметил Артур Челенгара, в отделении Русского географического общества на Кубани сегодня является одним из самых многочисленных и активных в стране. В Сочи следователи устанавливают обстоятельства вечернего конфликта, в результате которого убито два человека. Драка между двумя компаниями случилась накануне в 23 часа в кафе «Бистро» у гостиницы «Магнолия». 35-летний мужчина был обнаружен на месте убитым с проникающей раной в груди. Еще двух участников драки экстренно госпитализировались с ножевыми ранениями. Несмотря на врачебную помощь, один из них, 36-летний мужчина, скончался. Другому сейчас оказывается медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначены судебно-медицинские, биологические, химико-генетические экспертизы. Сочинцам помогут бесплатно решить юридические вопросы. Государственное юридическое бюро Краснодарского края 7 марта проведет на курорте единый день оказания бесплатной юридической помощи. Он приурочен к Международному женскому дню. Бесплатные консультации специалистов все желающие смогут получить 7 марта с 9 до 17 часов. В Сочи филиал бюро расположен по адресу Курортный проспект 53, кабинет 8. Подобные акции также состоялись с 15 февраля ко дню памяти воинов-интернационалистов, 22 февраля ко дню защитника Отечества и 1 марта ко дню гражданской обороны. Сегодня в санатории «Беларусь» тушили условные пожары и спасали пострадавших. Там прошли масштабные учения с участием пожарных, спасателей и медиков. За их ходом наблюдала и наша съемочная группа. В санатории «Беларусь» обеденное время. Спокойный и размеренный отдых. Но все меняется уже через секунду. Внимание! Пожарное движение! До приезда специальных служб сотрудники санатория начинают эвакуацию. Кто-то покидает здание сам, кому-то требуется помощь. А уже через считанные минуты на территории «Беларуси» появляется спецтехника. В колонне автомобили пожарных, спасателей и медиков. По легенде учений в одном из корпусов санатория произошел пожар. Разработано несколько водных. Одна из них – это тушение пожара в высотном здании. Предусмотрена эвакуация отдыхающих не только через запасные выходы, но и с помощью специальных средств с верхних этажей и спасателями, и пожарными. Одного из условно пострадавших, его от выхода отрезал дым и огонь, спасатели снимают с помощью автолестницы. Всего пара минут и человек уже на земле. Параллельно работают спасатели. Снимают с верхних этажей гостей санатория с помощью альпинистского снаряжения. Особо тяжелых на носилках. На практике в санаторий не приходилось отрабатывать, а эвакуация людей с жилых домов, там, пятиэтажки, двенадцатиэтажки приходилось. Как бы за счет того, что мы постоянно тренируемся, как бы все работы у нас проходят без каких-то там ЧП. Тут же развернут и медпункт, куда доставляют тех, кому нужна помощь врачей. У этого мальчика, например, повреждена нога. Медики накладывают шину и отправляют в городскую больницу. Всего в учениях были задействованы 150 человек и 18 единиц спецтехники. В целом учения прошли без нарушений нормативов, подводят итоги организаторы. Еще будет проведен детальный анализ работы каждой из служб, и уже после дана оценка их действия. Подобные учения в течение года будут проходить во всех объектах размещения курорта. Кроме того, уже в апреле масштабные учения развернутся на всех ТЭЦ города. Запланированы тренировки и в Олимпийском парке. Для жителей микрорайона Светлана открыли на курортном проспекте новую поликлинику. Теперь им не нужно на прием к терапевту ездить в первую поликлинику, которая расположена значительно дальше, на улице Конституции. Еще в прошлом году глава города Анатолий Пахомов дал поручение сочинскому здравоохранению найти помещение и обустроить там поликлинику для жителей микрорайона Светлана. А сегодня осмотрел медицинский корпус, где завершились ремонтные работы и пройдено лицензирование. Пообщался с пациентами. Они давно просили, говорят, ну далековато нам все-таки до поликлиники, которая находится на улице Конституции. И естественно, что мы, конечно, старались подобрать удобное место. Мы считаем, что, конечно, людям, которые проживают в этом микрорайоне, это большая радость, потому что, особенно пожилым людям, чтобы недалеко ходить. Новая поликлиника на курортном проспекте – это филиал первой поликлиники. Здесь несколько кабинетов терапевтов по скользящему графику будут вести прием неврологи-эндокринологи. Здесь будут принимать в итоге 4 терапевта, 4 терапевтические в участках, сейчас 3. Будут приходить узкие специалисты по графику. Не каждый день, но будут приходить, и люди смогут здесь быть обследованы и приняты и узкими специалистами. Кроме этого, работают, конечно же, обычные стандартные кабинеты обследования. Это ЭКГ, это процедурный кабинет, где могут собирать кровь и другие анализы. Филиал рассчитан на 60 посещений в СМИ, но прикрепленное население составляет более 9 тысяч человек. Теперь намного ближе. На театральный выходишь, переходишь, и все. Очень хорошо. Пришла сегодня первый раз, но здесь мне понравилось. Ходила на Конституции 24. Вот, сейчас перевели сюда, на Комсомольска, здесь рядышком под мостом живу. Ну и как во всех поликлиниках Сочи, здесь работает новый городской проект «Вежливая регистратура». Администратор ответит на любой вопрос и поможет попасть на прием к необходимому специалисту. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Продолжаем. Показания приборов учета воды в водоканале теперь принимает робот. Их можно передать в любой день недели круглосуточно. Специальная программа «Робот» предложит звонящему выбрать вариант передачи данных в тоновом режиме или голосом. В зависимости от выбранного способа нужно набрать на клавиатуре или произнести громко и четко номер лицевого счета и показания приборов учета. 193. Система распозналась. 193 кубометра. Если все правильно, скажите. Правильно. Иначе скажите слово «ошибка». Правильно. После робот сообщит сведения о расходе воды. Сегодня система может принять 20 звонков одновременно. А номера телефонов, по которым можно передать показания, вы сейчас видите на экране. А в Зимнем театре сегодня встретили весну. Накануне Международного женского дня туда пригласили самых активных сочинок. Сегодня для них был организован праздник. Можно не спешить на работу или домой, а в непринужденной обстановке насладиться общением. Я очень рада приглашению, потому что атмосфера, музыка, прекрасная архитектура Чернопятого, белые колонны – все это так очень празднично. Неважно, по какому поводу ты здесь находишься. И еще я очень люблю здесь находиться, потому что я люблю, что руководство сочинской филармонии превращает фойе Зимнего театра в такой художественный салон. И вот я с радостью вижу новые картины Игоря Венского. Все отмечают, курортный город развивается не без участия прекрасной половины человечества. Многие уже ушли на заслуженный отдых, другие, как говорится, еще у станка. Они у нас являются руководителями предприятий, организаций, директора школ, заведующие детскими садами, успешные бизнесмены. Поэтому мы просто восхищены их профессионализмом. И без женщин, естественно, чтобы вот даже та же экономика города у нас, ну, наверное, бы не была такой развитой, как на сегодняшний день. Потому что их ответственность, их трудолюбие, это отличает наших сочинских женщин. Поэтому мне хотелось бы их поблагодарить за это и пожелать каждой из них любить и быть любимой. Большинство женщин, помимо того, что являются прекрасными женами и мамами, стараются лидировать в той сфере, где трудятся. Лучших активистов производства сегодня наградили грамотами за трудовые успехи на благо родного Сочи. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Ледовом дворце «Айсберг» на базе «Югспорта» сегодня стартовало первенство Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. Россию представляют 250 спортсменов. В турнире принимают участие сильнейшие молодые фехтовальщики, старого света. Российская сборная представлена лучшими спортсменами, многие из которых уже выступают в составе национальной сборной, чемпионы мира и Европы. Российские спортсмены конкурентов на первенстве не видят, говорят, здесь все равны. В прошлом году я тоже показываю результаты, выиграл Россию. Фехтура хорошая, не знаю, техника хорошая. Тренеру главное слушать, и остальное все получится. Настрой хороший. Надеюсь, попаду в четверку. Даже если я стану олимпийским чемпионом, надо не заканчивать, как все это делают, а фехтовать дальше. Искать что-то новое. Не знаю, соперников других искать. Ту же цель, что и Артур, стать олимпийскими чемпионами, преследуют все участники первенства Европы. Ведь сюда они попали не случайно. Отбиралось от каждой страны по 20 участников на отборочные только соревнования. И выбрали из этих 20 по 4 человека на каждый вид. Настрой всегда на такие соревнования очень такой позитивный. Все стремятся выступить успешно. А то, что у нас проводится в стране, я думаю, наоборот, немножечко будет легче, что родные стены помогают. В рамках этого турнира будет разыграно 24 комплекта наград. Для российских же фехтовальщиков этот турнир является основным в системе отбора в сборную команду кадетов и юниоров для участия в первенстве мира, которое пройдет в апреле в Италии. Адлер-Арена принимает чемпионат России по художественной гимнастике. И на этот раз именно в Сочи определятся лучшие гимнастки в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Сегодня в многофункциональном спортивном комплексе прошли официальные тренировки участниц национального чемпионата. Несмотря на то, что сегодня тренировочный день, судьи уже заработают. Для спортсменок чемпионат России начался сегодня, несмотря на то, что первый день соревнований только завтра. Страсти наколены. Соревнования не просто масштабные и серьезные. Для девочек это первый и главный старт года. На ковре Адлер-Арены групповички. Большинство из них многократные чемпионки страны. Но есть в командах и новички, как, например, в сборной Москвы. Но бояться нечего, говорят гимнастки, когда есть мастерство и смелость. К тому же они в олимпийской столице. Очень Сочи здесь понравилось. Мы прямо с первых шагов с самолета почувствовали, какое здесь, во-первых, тепло. Здесь очень потрясающие условия. Нам все нравится, и мы будем очень стараться и бороться с победой. Конкуренция на чемпионате России большая. Уровень художественной гимнастики в стране растет с каждым годом. Все делают приблизительно, конечно, одинаковую сложность. То есть очень много команд стало делать большую сложность. Я думаю, что выиграет тот, кто сделает, конечно, чисто все, всю свою программу, и при этом вложит душу. Мы надеемся стать как минимум призерами, как максимум чемпионками. Девочки некоторые сами тут именитые чемпионки. Некоторые уже выигрывали чемпионаты России. Так что у нас тоже есть кем похвастаться. Помимо медалей у гимнасток здесь и другой интерес. Каждая стремится попасть в сборную России. И именно на чемпионате старшие тренеры страны отбирают претенденток. Попытают удачу и две сочинские гимнастки, воспитанницы второй спортшколы Олимпийского резерва. Ирина Аненкова и Анастасия Епимахова. К слову, вход на чемпионат России по художественной гимнастике свободный. Горожан приглашают поболеть за своих и увидеть элиту мировой художественной гимнастики. Ведь не секрет, что уже много лет именно российские спортсменки являются сильнейшими в мире. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Наши новости уже на сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.